всем доброй ночи итак друзья мои я уже своих лекциях объясняла вам о том что в магии существует такое понятие как персонализация то есть каждому явлению присваивалась имя титул из этого явления лепилась персона ну например бедность называли горемыкой потому что горе и мыканье до лихорадку называли трясовицей потому что от нее трясло и человек бог себя чувствовал поскольку болел различные проявления тоже вода ульяна татьяна маримьяна так легче было либо призывать либо искать изгонять какое-то явление в природе в мироздании или в жизни человека издревле вообще понятие заря она присваивалась и закату и восходу тогда как бы понятие закат не существовало это была вечерняя заря восход это утренняя заря и закату хочу вам сказать и восходу давалось очень большое значение считал что в это время духе особенно активны мироздание открыто и желание человека исполняется и слышится поэтому очень многие заговоры например на любовь на желание замужества выполнялись на закате солнца извиняюсь на восходе солнца а на закате обычно читали от глаза читали от врагов потому что ночное время и такие ритуалы более 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 активны у меня в детстве из-за того что я испугалась гусеницы которая упала на меня у меня началось высыпание жуткое высыпание на ногах и меня возили к одному из наших родственников точнее это племянник моего деда то есть сын его сестры я об этом рассказывала что она занималась магией она была человек знающий вообще у нас в роду много кто знал если честно каждому по чуть-чуть что-то было дано вот это все собралось воедино и вышло со мной но он был из такой семьи и сестра моего деда заговаривала умела лечить и прочее а муж препятствовал я вам рассказывал что с видимой остается только те мужчины которые не мешают ей осуществлять свою деятельность она родилась для этого понимаете у нее нет как бы сказать права отвлекаться на что-то еще если она хочет создать 7 вес она хочет более-менее быть счастлива она должна всегда знать что ее работа ее дело должно быть на первом месте только после семья и все прочее если она забросит ради семьи и уж тем более ради земных каких-то там кутежей и там развлечений и так далее то ее очень жестоко накажут поэтому она знала что у нее собственно говоря выбор невелик и она очень переживала из-за того что муж ей запрещал просила уговаривала но он был непреклонен ночью ему приснился старец который сказал что ты мешаешь своей жене она родилась для этого не препятствуй но он проснулся видимо был упертый человек опять сказал нет нет ни в какую и вот в течение некоторого времени летом совершенно безоблачную погоду в поле ударила молния его прям в поле и убила и опять же тот же старец приснился его сыну возгену и сказал твоего отца убила огнем а ты будешь лечить огнем он удивился он сказал как я могу лечить я ничего не знаю что значит огнем как иди туда где твой отец погиб там есть камни возьмешь эти камни будешь огнем лечить и вот он пошел в это место оказалось что в этом месте кремнии он в земле выкопал эти кремнии принес домой вот он бил эти кремнии друга в друга и естественно там искры летели и ему начали приходить определенный заковы из ниоткуда он их записывал все такое я вам говорила что если человек рожден в таком роду никуда не денется его научат приведут скажут какие-то слова которые никогда не слышал придет это подсознательно во сне как угодно у него целые такие общие тетради были еще с советских времен записаны эти заговоры так вот меня отвезли отвели к нему он лечил к нему приезжали с разных регионов грузии лечились лечили он мою двородную сестру вылечил тогда еще уже то есть моей бабы прабабушки не было в живых поэтому мы естественно пришли к нему лечил мою двородную сестру у него была очень страшная беда после определенного в общем трагедии в ее жизни и у нее вылечил много кого я помню что меня прям с утра пораньше пять утра поднимали со скандалом вели и он заставлял меня босиком ходить по россии потом я приходила он начинал бить этими кремнями летали искры я все время боялся что я обожгусь а он не успокаивал говорил детенок не бойся ничего с тобой не будет они тебя не тронут и вот он не вылечит именно на заре я говорила бабушки своей что обязательно нужно рано утром что нельзя другой время нет нет так принято на заре надо лечить вот я поэтому вам говорю что заря восход и заход солнца имеет огромное значение особо по энергетике особенно в лечении в просьбе чтобы дела ладились и так далее итак друзья мои вот две сестрицы в славянской магии ульяна и маримьяна или марьяна и еще называют так называется и вода в том числе да одинаковое название потому что где-то это можно понять все таки вода тоже поднимается вверх потом спускается видимо из-за этого название одинаковые то есть имею ввиду на небо наверх в атмосферу вам нужно взять две свечи красная и белая красный это закат белый это рассвет олицетворение посредине поставьте благовоние палочку там конус не важно чтобы шел дым то есть чтобы ваша просьба шла к небесам наверх откройте где-нибудь форточку вот у вас какое-то дело должно ладиться уже должно получиться и вы очень переживать или какой-то препятствие вечно что-то случается не получается вот и так далее или например ваш близкий человек сейчас у нас такое время неспокойное не выходит на связь вы хотите с ним поговорить или вы хотите попросить чтобы у него все прошло благополучно чтобы он живой здоровый остался и с вами связался чтобы его спасли эти силы до помогли значит говорите то есть три дня ран утра когда только заря и вечером когда восход вам нужно они прямо сказал восход и заход солнца вам нужно это время у себя например или вы посмотрите в интернете какое время в наш в наши дни значит заход солнце и восход солнца да что такое закаты и восход время обозначается примерно солнце когда встанет и сядет чтобы это время не пропустить три дня по три раза читайте этот заговор и последний раз когда прочитайте уже на закате солнце третий раз оставьте эти свечи догореть до конца благовония естественно каждый раз меняйте прочитали свечи погасили благовония оставили просто выкиньте потом точно так же когда все это благополучно пройдет встаете на закате выливаете воду через окно если у вас скажем так высотка и вы не можете это позволить хотя мне кажется сможете позволить 100 грамм воды никому ничего не помешает вот так льете и говорите помню и благодарю и закрывайте окне окно так нужно это знак уважения небесным стихиям и так значит сначала говорите свою просьбу пожалуйста прошу или прошу чтобы там такой-то такой-то вышел на связь был живой здоровый помогите ему выйти на связь помогите ему спастись такой ситуации или помогите и мне чтобы мой дом продался удачно потому что ну если у вас уже хотят купить а вы переживайте никак не идет или вам очень срочно надо это сделать и не как вы какие-то препятствия вечно одним словом любая просьба которая для вас очень важна и которая не вредит другим людям естественно а то помогите мне чтобы мой сосед подох это не сработает говорите просьбу три раза читайте погасили свечи спрятали благовоние оставили догорать на следующий день свечи эти то есть сначала утром читайте ранее 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 утром когда восход солнца потом вечером поставили благовоние свечи зажгли прочитали сначала просьбу сказали прочитали три раза покосили свечи убрали благовоние пусть догорит На следующий день опять утром прочитали, вечером прочитали Каждый раз меняйте благовоние У вас только надо благовоние менять И на третий день, когда вы на закате Нет, нет, да, на закате уже последнее прочитайте Оставляйте свечи догореть И просто потом это все выкидывайте А когда все получается, я уже сказала, как вам сказать благодарность, показать Итак, слова следующие Две сестрицы нити судьбы в руки взяли Шила Ульяна, подшивала Марьяна Две зари сходились между собой, договорились Дороги мои открыли И задуманное мной получилось Да будет так, ключ, замок, язык Опять же просьбу сказали Договорились Дороги мои открыли И задуманное мной получилось Да будет так, ключ, замок, язык Проводите и обязательно то, что вы просите И у вас получится В самое ближайшее время Препятствие уберется Всем удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!